В минувшие выходные в СМИ появилась информация о том, что создатель Яролаша Борис Грачевский женился на своей избраннице, 33-летней Екатерине Белоцерковской. Свадьба пары, как писали журналисты, состоялась в элитном московском поселке и на церемонию пригласили только самых близких друзей и родных. В числе гостей мероприятия оказались Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик, актер Владимир Долинский и многие другие. Борис Грачевский женился в третий раз. Журналисты связались с Борисом Грачевским, чтобы поздравить его с изменением семейного положения. Однако мужчина опроверг домыслы о свадьбе. Он заявил, что давно узаконил свои отношения со второй половинкой, а торжество, которое состоялось на днях, представляет из себя празднование годовщины. Избранница Грачевского подтвердила, что вот уже давно состоит с ним в браке. По словам женщины, они с супругом привыкли отмечать это событие в узком кругу друзей. При этом отвечать на вопрос о том, когда они с Борисом Юрьевичем узаконили отношения, Екатерина отказалась. Белоцерковская также отметила, что после новостей о свадьбе в интернете появилось много негативных высказываний о ее романе с Грачевским. Возлюбленная создателя Яролаша заявила, что счастлива с ним, несмотря на разницу в возрасте. В ходе беседы с представителями СМИ Екатерина дала понять, что имеет право на личную жизнь и негативно относится к ее обсуждению. Корреспонденты также выяснили причины возникшего недоразумения. Как пишут журналисты московского комсомольца, многих ввел в заблуждение пост Мануила Виторгана в Инстаграме, в котором он поздравил друга со свадьбой. Напомним, что о романе Бориса Грачевского и Екатерины Белоцерковской стало известно в конце 2015 года.